всем привет дорогие друзья вы на канале вокруг земли мы находимся в таиланде в городе паттайя сразу хочу вас попросить о том чтобы вы поставили лайк написали комментарии подписались на канал стараемся выпускать чаще ролики разнообразные так далее также пишите свои идеи что хотели бы увидеть по возможности будем стараться снимать идем мы сейчас сауну нашу любимую к сожалению по обстоятельствам которые произошли в нашей жизни кто не знает у нас умер друг в таиланде канале есть ролик об этом есть ролики о том кто он да можете посмотреть я приходил к нему в первый день снимал его брал такое интервью небольшое у него есть ролики о том а чего умер и так далее то есть все подробности на канале есть ролики можете посмотреть вот в связи с этим мы соответственно не смогли посетить сауну хотя по планам было одно да то есть опять же мы предполагаем бог располагает план разрушили все и только сауна то есть много чего хотелось не было времени вот две недели мы занимались этими процессами больницы крематорий и пятый десятый в общем все сегодня прах увезли в россию сейчас мы свободны и сегодня в первый же день мы решили сходить в сауну вот но еще хотелось бы немного обсудить тему касаемо людей касаемо людей хотелось бы сказать о том что люди к сожалению не хотят лишний раз шевелиться я наверно так бы назвал с чем это связано смотрите вот предположим те же самые тайские средства тайская косметика на первой линии возле моря есть магазины но так скажем аптеки до тайские там тайские средства стоит по одной цене но если просто сесть на тук-тук и доехать до депрозита до аптеки там они будут стоить в разды дешевле либо просто пройти чуть дальше и сходить по линии тоже на первой же линии но на второе буквально тут плюс-минус между 1 2 линии но пройти совсем немного все же цены дешевле ну и так далее это просто один пример касаемо аптек тут также касаемо питания и прочего и прочего и жилья то есть эту тему уже обсуждалось как-то на канале те же самых отелей предположим вот копкабаны да то есть стоит 30 тысяч в месяц все говорят дорог жить в таиланде ну в таком здании да а если перейти дорогу на вторую линию вот где мы живем чуть дальше можно снять жилье за 6 за 5 тысяч бат да это не копкабана да у вас не будет в вип-зал и 5 10 но то же время да цена будет дешевле в 6 раз либо 30 тысяч либо 5 ну тоже море те же фрукты тот же таиланд вот и все все зависит от ваших интересов и так далее люди люди любят переплачивать я согласен нужно стремиться к лучшему нужен комфорт условия то есть нужно короче стремится к богатству к деньгам чтобы жить хорошо богатые так далее но не все это могут и не у всех получается и человек сидит дома в россии горит у меня есть 200 тысяч лишних я не могу лететь почему потому что в таиланде дорого жить ну блин ну ты можешь улететь за 200 тысяч еще можешь пара месяцев здесь прожить но месяц как минимум точно а люди нет как так там все дорого дорогие отели 5 10 ну ты заморочиться посмотри ролики поищи и поспрашивай есть варианты подготовься поездки можно спело это сделать и просто люди не хотят хотя что все было вкусно и дорогое хорошие и богатая к сожалению денег нет на все это и сидят дома ну окей как бы выбор за вами у каждого свой выбор каждого свои как бы в голове тараканы богатые вкусно опять-таки есть рынки есть какие-то кафешки рестораны и там готовят абсолютно такую же еду даже бывает что в ресторанах кафешка готовят хуже и меньше где же аптеки да вот ты говорил до этого кто-то покупает на первые линии капсул за 200 бат а кто-то немного отъезжает и покупает за 150 за 100 даже фрукты вот здесь на ночном рынке например манга стоит 80 бат за килограмм а на рынке рады на курс стоит три килограмма за стопат такое же манга то есть цены как вы да вот на одни и те же вещи продукты до жилье но это же понятно это же есть даже такая какая-то вещь на про минералку в магазине стоит там 10 рублей на вокзале 50 в аэропорте пища та же самая вода вообще один в один также здесь и она я понимаю конечно некоторых людей они приехали там на 10 дней либо на две недели взяли с собой полмиллиона не хотят заморачиваться ты плевали они пофигуем там дешевле не шелли все я сейчас взял здесь и все я пошел но с другой стороны как бы копееку рубль бережет то это тоже надо понимать к чему все это вообще было да к тому что всегда люди жалуются что нет денег потому что они их не умеют тратить правильно поэтому их нет и я где-то считал статью бабушка одна на пенсию на одну пенсию свою путешествует представляете российская бабушка вот считаете как это вообще происходит как это возможно деньги разумные грамотные тогда можно и путешествовать технику покупать и одежду надо с головой понимать все люди видят скидка там пирожок там стать 22 стоит но 20 нужно 360 рублей это пирожок нам стоит рублей 20 не больше люди о скидка перу ну и так далее то есть я просто внутрирую вот и куча всяких таких вещей надо не надо про есть люди просто люди как будто бы не хотят сделать какой-то один лишний шаг например вот кафешка говорю вот ночной рынок там по той 60 стоит пройдите дальше ресторан 150 понимаете разница даже бывает что на рынке намного вкуснее потому что мы пробовали есть сравнить в общем какой вывод друзья распределяйте свои средства разумно и тогда вы сможете путешествовать и одеваться хорошо и технику вас будет и все будет хорошо в достатке и конечно же развиваетесь это важно зарабатывайте больше все друзья мы на месте народ ну как обычно так немного особо сейчас будем брать билеты saudi cup до 440 так ну все короче получили мы ключик сейчас оставим ценные вещи фонтанчик этот бассейн но вообще обзор более подробно есть у нас на канале есть ролик можете посмотреть а так снимать вам создать не буду опасения такая фау после сауны ныряешь здесь отдыхаешь шезлонгах можно лежать кайфовать кстати есть народ есть более-менее основного европейцы тайцы русских пока не вижу вот а сейчас я пойду наверх в общем скапчики все оставлю и мы пойдем отдыхать кайфовать меню бар весь так то же самое короче по ценам кстати все есть предыдущем ролике найдите там называется сауна вот там есть и про меню и про массаж про цены про все в общем короче можете туда заходить смотреть дадут тарелочку с фруктами вот водичка получается две воды и она нас с этим с арбузом ну короче тут все по классике все пойду наверх от отдавать ну короче убирать вещи ценные шкафчик и мы пойдем плавать купаться дорогие друзья сауну не буду заходить внутри снимать не имеет смысла я там просто под пинками тут начнут гнать все ну давайте пойдем я наверно покажу вам второй этаж так забирать здесь что ценное нет пока не надо ну все окей сейчас я покажу вам еще немножко второй этаж так найти бы мне раздевалку мужскую душ где у нас мужская разделалка не упал на втором этаже и стоп чем не блин заблуждения водят это шаур это вышивая ну а тут тоже есть крючки 16 до ним не подойдет мне у меня только на втором этаже пойду на второй этаж зона чел аута посидеть и потусоваться спортзал массажный кабинет офис вот так вот беговые дорожки пары гантель пара тренажеров а вот уже мужское отделение мужская раздевалка вот другое дело так у меня номер 16 ищем 16 номер так 15 вот он 16 типа открылся закрылся все открылся ok вот собственно что здесь оставлю здесь оставлю кошелек и телефон и пойду плавать а пока никого не здесь давайте вам покажу ну тут туалет душевые вот что тут весы кстати всякие ватные палочки в одной диске салфетки фен ну и зеркало и я мокрый так сейчас посмотрим сколько я вешу весил около 80 килограмм ну в принципе так и есть так все 80 килограмм нормально худой смотрите худой кости какие но вешу 80 килограмм говна много во мне ладно друзья все я переодеваюсь и пошли мы короче плавать в бассейне купаться так куда здесь все все если что подключусь еще все друзья благополучно искупались народу уже нет толком сейчас пойдем домой все уже финиш 4 часа короче мыли 4 часа мыли короче вообще достаточно вполне в этот раз как-то было не очень так хорошо почему-то ну что же классно тело пропарено помылись покупались короче все кайфово спасибо всем за просмотр ставьте лайки пишите комментарии обязательно всем пока ребята и самое главное самое главное не забывайте ставить лайки